Март. Что это? А телепп? Я не хочу... А, это на 2х было. Как в психушке. А тикток, блядь? Походу придётся там совершать. Руку за спину. Трубку лотнуть. Немножко стесняюсь. У меня заболела спина. Что ты делаешь? Почему темнее, чем зимой? Мочи вроде. Всем привет, меня зовут Арина. Сегодняшнее утро должно было начаться со спортзала, но мы заказали чистку дивана, и они приедут в 5. Я не знаю, сколько буду чистить диван. Боже, моя кожа. Не обращай внимания. Поэтому не знаю. Кирилл уже... Сколько ты не ходил? Три дня. Три дня он не ходил и уже стрессует. То, что он делает сейчас. Единственное, кто тут был мыл окна, это Кирилл и мама. Сейчас там за стеной пришли люди, которые моют диван. Я, к сожалению, не сняла дом, но лучше такой не видеть. Сейчас сниму сразу после. Всё, почистили диван. Это не грязь, это отпечатки от рук. Он безумно чистый. Раньше он был обоссан собакой, а сейчас он чистый полностью. Такой просто. 3 тысячи того стоили. Ну, а из еды Кирилл пришёл, купил вот такую вот картошку, такие сырки. Дальше у нас идут яйца, потом дезодорант, фарш свиноговяжий или как он называется. Сейчас я уже варю эти макароны. Че нет, вода только вскипела. Ой. И сейчас их туда засыплю. Варим. Так, макароны сварились. Теперь я добавила туда сливки и вот такую зажарку. Я не помню, это она невкусная или нет. Ну, сейчас проверим. Если получится невкусная, то я её выкидываю нахуй. Ну, там таких-то лежит. Это зажарка с морковью и луком. Потому что лука у меня нет, и я хотела туда лук и морковь, а тут как раз такая зажарка. Всё, добавила сюда фарш. Боже, выглядит вообще не очень аппетитно. Я все себя изглазала. Круто. Потому что я вот туда прям плюхнула. Ну, ничего. Надеюсь, получится норме. Вот и всё. Из-за того, что я не резала ни морковь, ни лук, ни всё такое, я приготовила это за 15-20. Да, максимум 20. Вот. На вид возможно не очень, но по вкусу вкусно. Реально. Мне понравилось. Сейчас пришла Ксюша. Хочет заварить нам чай. Это что такое? Чай. Типа чай в мороженом. Там он на палочке. Ну, я просто его забыла в холодильник поставить, и оно вот так немножко растворит. Надо чай. Так, я выбрала себе облепиха нет, без розмарина. Облепиха розмарина, а вот это облепиха апельсина. Вот они. Ксюша, мне всё-таки отдает свой малиновый или от не малиновый? Я не знаю. А с облепихой вкусный? Да, вкусный. Нет, тоже вкусный. Как чай. С облепихой как будто в шоколаднице вкусный облепиховый чай, а вот это? Фу, это как будто с абсцентом. Вот это выбираю. То, что играет Кирилл. Это черепашки-ниндзя, да? Да. Уже 5 часов утра пора спать, потому что. Сегодня вторник. Или сколько, блядь? Да. Сегодня вторник. Я уснула в 7 утра где-то. Сейчас 10. Что это такое, блядь? Короче, сейчас и до универа. Нефа звонила, сказала, блядь, если ты сейчас обоздаешь, то всё. Я говорю, она говорит, я уже всё. Я уже устала, что ты постоянно опаздываешь. Хочу с кем-то уже идти. Реально, чтобы не опаздывала. Поэтому я встала. Голова кружится. Сейчас пойду. Всё. Выкидываю вон немножко мусора. Мне кажется, эта шапка уже приросла к моей голове. Мне вообще так похуй. Я... У меня ужасное настроение. У меня, посмотрите, какое лицо. Она очень довольная. Потому что... Да потому что всё. Все глаза вон. Наркоманские какие-то. Наверное, шерф стоило взять или хотя бы на погоду посмотреть. Надеюсь, там будет не холодно. Ну, тут не прям холодно, но неприятно. Погода и неприятный ветер залетает мне в уши. Голубь упал, чтобы в зубы не видела сейчас. Ладно. А, нет, я ошибаюсь. Тут очень много ветра. И всё залетает мне туда. Боже. Сейчас в уши будут опять стрелять. Всё, сейчас уже в метро. И знаете, что заметила. Практически каждый раз, когда выходишь из дома и думаешь, блядь, я не хочу, я хочу спать, всё такое. Практически каждый раз, когда ты выходишь и уже побыла на улице, думаешь, ой, ну хорошо, что я сегодня не дома, хорошо, что я вышел. Или если придёт вообще какое-то время, час, там, когда я вышел, думаешь, как хорошо, что я не осталась там дома лениться, там, спать, не знаю. Просто, ну, ничего не делать. Но зимой ещё это нормально, потому что ты выходишь свежо, тебя это бодрит. А летом, когда ты просто в жаре, в этой 40-градусной потеешь, хотя только что помылся, блядь, 10 раз, это уже не очень. Поэтому дома без кондиционера никуда летом. А сессию как сдавать летнюю? Ну, это ещё, знай, это ещё далеко. Об этом ещё не говорим. Об этом даже не думаем. Это даже не произносим. Ой, а сейчас встретились опять в одном вагоне. Случайно вы переписки поняли, что мы в одном вообще вагоне. И я говорю, что я выгляжу по-больному. Это правда? Решили зайти в магнолию. Всё-таки сколько у нас? Четыре пары. Поесть нужно будет. Ну, три, четыре, четыре пары у нас. Просто, ну, как бы, не знаешь, не говори. Ладно, идём есть. Шапки тоже нашла? Ужасно. В смысле, тоже. Так, тут опять свет, как на 11-м айфоне. Я взяла себе вот такой вот нигири-кальмар, и ещё тут появились детокс. Чия с манго, чия с кивилл. Мне кажется, это очень вкусно. Блин, вот было бы не дорого. Было бы с кокосовым молоком, вообще было бы очень вкусно. Вгущенка с кокосом. Ой, не, у меня такая есть, но не очень. Ну, я такая не очень. Всё, ладно, хорошо, ты вери манго, а я возьму киви. Всё. Только платишь, всё ты. Ой, а что за пародия на этот, этот, как это? Цифровой портфель? Ну да. Только с рисунком сразу. Ну вот сразу. Ой, вот смотрите, вы думаете, хариба, да? Наверное, какой-то заменал. Ну, раньше тут был хариба. Ой, ну, теперь не хариба, просто в коем же заменал. Ну, мы же могли бы получше сделать, как-то мне, какую-то ёпченую картинку. Самую первую. Да, конечно. Это значит, то же самое, просто, ну, картинку могли бы получше сделать, поэстетичнее. Ну, не такую пипик сильную. Ну да, я говорю, самая первая с Яндекса. По итогу, что? Решили купить ПП. Какой-то синяк из-за без сахара. Наверное, ужасно, да? Да не, вкусный. Я ела недавно такой похожий. Он у неё сколько ПП. Ну, они все по 40 рублей. Вот это один здесь, не дороже. У меня вот такие вот орехи кеши с горьким шоколадом. И пока что ничего больше не выбрала, дополнить с неё. Всё, пришли на обед, на завтрак. На завтрак. Вот купили колы, хотели ПП, но по итогу не получилось. Видели колу Дисней, кстати. Салфетки. Кто верит, что они антибактериальные? Тут даже алкоголя, кстати, нету, да? Или летние показатели? Не знаю. Пробуем этот сок. Я бы сказала, что за все три глотка ей купалось только одно семиночия. Чия? Букбанг. Фу, во-первых, ужасно. Во-вторых, нет намочия. На, попробуй, клуб, чай. Просто нет чая. Обещали. Я просто не люблю вообще йогурт такой. А я хотела, я думала, что там прям очень много чая. Это как смузи. Это как йогурт. Да. Так, сейчас первая пора пока закончилась. У нас тут пир. Ну ладно, не суть. Ева сейчас мне покажет звуки своей собаки, у которой уручала живот. Давайте вместе послушаем. Сейчас. В избранном. Оставила, конечно же. Вот. Это ее... Это не... Это не нагавка, это звуки. А, это на 2х было. Ну, допустим, не на 2х. Закончилась пара. Едем на последнюю. Уже просто темно на улице, невозможно. Писала лекцию. Эта лекция длилась часа два с половиной. Ну, правда. Типа не полтора. Ура! Все закончилось. Нас запустили на 4 минуты раньше. Мы бежим домой. Просто, ну, как бы... Как бешеная. Как бешеная. Очень быстро. Бегим. Ну, конечно, тут коридорчик для таких кошмарных ужасов. Проходишь его как в психушке. Еду домой, и вот встречаю Кирилла по пути. Офигеть. Это что такое? Лаверс Клаб. А пальцы в ТП, но словил только Л. Вот. Вот что. Какая-то бандана такая же, только черная, да? Да. Это не бандан, это... Ой, не бандан, это... Ой, сейчас дошли до дома, а тут град. Реально такой, типа, град. Просто какие-то непонятные. Как будто... Как будто искусственный снег. Да, как будто искусственный снег. Прям такой приятный даже, не холодный. Пенопласт. Пенопласт, да. Да, мы в пенопласте. Кирилл, мы в пенопласте. Тут все в пенопласте. Зашли в дом. Смотрите, что тут есть. Такой фреш-бар со скитлсом. Magic Skittles Color Fruities. Интересно попробовать. Если это мультифруктовое что-то, то, не знаю, надеюсь, это что-то кислое. Мультифруктовое. Ну, такое, кстати, реально похоже на скитлс. Вообще неплохо, знаете? Ну, конечно, больше по коле. Во вырезке одни меня, где я вот такая вот... Ну, как тебе? Как будто скитлс. Скитлс, да? Да. Вкусно оно. Очень вкусно, кисленькое такое. Да, прикольно. Рассказывай, что у тебя. У меня морские водоросли. То есть это виноградик только из СМРа. Ну, давай попробуй потяпкать, потяпкать. Офигеть. На что похоже? На креветки. На креветки? Офигеть. Дай попробовать. На креветки с йодом. На креветки с морской капустой. Да, реально на креветки с солью, йодом. На креветки. На хитин креветки похоже, вот. Офигеть. Никогда в жизни я от кого не слышала, на что это похоже. Похоже на хитин креветки. Один в один просто. Так, видимо, настолько не понравились водоросли, что произошла такая ситуация. Блядь, очередной бокал, нахуй, разбить. Сколько бокалов моих уже это разбило? Ну, два. А еще один, который с тестегом? Ну, два, говорю. А тикток, блядь? Ну, два. А вот этот, из которого ты... Ну, это третий. Время где-то уже два часа ночи. Да, два часа? Да. Мама! Я проскрабировала ноги. Сейчас я попозже покажу. Ксюша, хочешь рушать? Мама! Лимонад. Байкал. Очень вкусное смондаринник. Советую. Он сделан из очень приятного материала. Сильно газированный, правда. Ну, можете добавить льда, и будет вообще идеальный напиток в любое мероприятие. Новый год, день рождения, самое то. Короче, сейчас я покажу попозже скрабы. Реально, очень классно. Мне на рекламу их прислали, но я не ждала такого запаха. Очень приятного и эффекта. Вот масла ни больше, ни меньше не нужно. Сейчас Ксюша заказала еще пиццы. Просто размер. Конечно, это скрабы у тебя эти... Как они называются? Кофейный. Нет, не роман. А, арт. Арт. Арт факт. Арт, нет. Конечно, не очень хорошая. Вот этот скраб от Арт. У меня еще где-то были коробочки. Ничего-то я вообще не могу найти. Но они там все. Вообще классные. Правда, мне понравилось. Сегодня среда. Первый день весны. Я так уебищно выгляжу у меня тут. Сейчас я скачу что-то. Вот здесь. Ну, знаете, вот тут хотя бы уже такое просто. Не воспаленное. Сейчас я оденусь просто уебищно, потому что на меня сегодня физкультура. И я не буду... Короче, я оденусь так, как удобно будет мне. Так. Боже, ну это же... Ну это же, да? Ну это гляньте веснушки. В субботу или воскресенье пойду на ресницы, потому что, ну это, думаю, что не очень как-то. И что такое? Кстати, недавно заказывала такие ПП-десерты, показывала их у себя в Монсте и решила рассказать вам них здесь. ПП-десерты приготовлены без добавления сахара и муки, много белка и клетчатки. Ну то есть можно есть без загрузения совести. Давайте расскажу про каждое поподробнее. Первый десерт это такое ПП-пирожное суфле. Этот десерт состоит из пончика на протеиновом тесте, начинки без добавления сахара, воздушного суфле и нежной глазури. Давайте сейчас попробуем. Божечки, как же это вкусно! Я такого никогда не пробовала. Так мягко, так, не знаю, это идеальное сочетание. Вкусно, да? Эта штучка очень вкусная даже внутри. Вообще-все вкусно. Дальше пойдет очень классная штука. Попробовала первый раз ее у Ева. Было просто в восторге. Это мармеладный десерт с натуральным соком. Сейчас попробуем. Такая желейка. Ой, очень вкусно. Попробуй. Вау, какой китенький. Кисленько вкусно очень. Вкус вишни и колы просто вау. В меру сладкий, а так как в составе аллюлоза, это натуральный сахарозаменитель, десерт без неприятного послевкусия и лишних калорий. ПП-десерты от FitKit это способ есть привычной сладости без вреда для фигуры и здоровья. Заказать вы их сможете по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Их я очень советую, заказываю не в первый раз. Вышла. Машина у меня есть. Вышла, и знаете, март такой реально март. Ну, то есть, ощущается какое-то солнышко весеннее, нет такого? А, ну, короче, ощущается весеннее солнце, не так холодно, как вчера. И вообще, в принципе, погода мне нравится. Только не нравится то, что я сейчас походу опоздаю на экскультуру. А если ты опоздаешь на экскультуру, и там будет хуёвый преподаватель, то он тебя не пустит. Решила застегнуть шапку, потому что на улице стало холодильнее, немножко ветер паду, и всё. На 26% это было, поэтому я держала телефон. Сейчас перетерпендую станцию, и там, надеюсь, тоже будет место для зарядки. Всё, сейчас уже поднимаюсь, и вместо того, чтобы зарядить телефон, я выбрала посидеть, потому что у меня продолжает сильно болеть спина. Ну, ничего, у Евы есть зарядка, заряжу на парах. По-моему, блин, ну у меня под левой лопаткой это просто очень больно. Я спортила нам сегодня. Пришли. Ой, это чё? Ой, давай несём. Да, ладно, давай несём. Торойте сказали взять её в гардероб, эту шапку. Ну, ладно, я бы не хотела, чтобы моя хапка так валялась, и все по ней ходили. Да, но я бы на самом деле хотела, чтобы если бы я потеряла вещь, то она лежала бы там, где я её случайно потеряла, а не шла бы в гардероб. Чё, блядь, наоборот, я шарф проебала на паре, блядь, и его в гардеробе не было. Только через моего однокурсника он как-то нажёлся. Сегодня тоже на спорте, походу, придётся там заряжать. Блядь. Тут, короче, есть столик, но столик только для преподавателей, телефон нельзя класть. Но только тут есть зарядка. Я вот думаю, заряди, потому что у меня... Завидевает, не спорте. Сколько у меня процентов? Сегодня на спорте. Не по своему желанию, конечно. Вы знаете, тоже не помешало бы. Не на хайлайтер. Заметно? Красивый. Чё на хайлайтер? Бьюти Баун. Мм, новая коллекция. Закончили. Хорошо, что тут ещё никого кого не снимаю. Всё, я сдала приз на 52. Нужно на 55, на пятёрку. Я не просто хочу пятёрку для своего альтра эго, для своего поднятия эго. Для того, чтобы мне поставили плюс одно посещение, потому что за пятёрку плюс одно посещение. Идём тут и смотрите. Тут мисс и мистер выбирают. Как это? А, мисс и мистер нашего университета. Да. Еф, давай подойдёмся. Windows. Круто реклама. Ага, так вот выходим. Ну что, вперёд пойдём? Нет, понятно, ладно. Всё. Уже у нас другая пара. В том кабинете было всё по одному. Мы сидели красиво и просто... Там была одна парка. Да, по разу сидели. Сейчас хоть немножечко, частичку здорового, чего-то попадёт в мой организм и я выздоровлю. Спина больше болеть не будет. Потому что, кстати, делаем такие упражнения. Руку за спину. Так, неправда. У меня болит лопатка, и если болит лопатка, то вот эту как раз руку берём левую, потому что у меня болит левая лопатка. Сжимаем 90 градусов и поднимаем. Если локоть начинает уходить, то обратно. И вот так вот. И тянем, тянем назад, назад, назад. Держим, 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 пока локоть не начнёт уходить. И так 10 раз. А ещё, короче, Кирилл мне сейчас отправил видео, где женщина оставила в подъезде, если вот он снял ребёнка опять. Такой один раз выложил, а курьер нам посещал дверь, говорит, а что там за ребёнок в подъезде? И в этот раз то же самое. Ребёнок остался в подъезде, и всё. И кричит там. Сейчас покажу тебе, кстати. Не хочу тут его показывать, просто. А почему я попал везде? Не знаю, мама какая-то оставила своего ребёнка в подъезде второй раз, блядь. Младенца. Нас отпустили пораньше, сейчас в щенек часов 9 вечера. Ещё через 5 минут следующая пара. Выгляжу ужасно. Смотрите, у меня резиночки. Мне Ксюша, что ли, подарила или кто? Вот тут зайчик с аппаратом, а тут зайчик в НЛО. Кажется, сейчас и практика, вот не лекция, надо что-то делать, блядь. Что ещё и домой идти? Ничего не сняла на паре, потому что было настолько плохо, что ничего не хотелось. Мы решали там задачи, а сейчас мы выходим из этого помещения. Светлого крома. Удобно здесь делать. Их прибавилось. Да, кстати. Да, уже начнётся светлеть. Мы сейчас увидим опять в теме. Темнота. Просто как будто зима только вещалась. Ну, уже не так холодно, как утром было. Пришла домой, и посмотрите, что мне сделал Кирилл. Такой салат. Помидоры, яйца, огурцы, салат или кукуруза. Ну, просто. Сейчас буду есть. Без соли, без ничего. ПП. Сегодня четверг, и я вообще никуда не хотела идти. Хотела заниматься своими делами, монтировать видео. Но я писала о том, везде, что у меня болит спина. В комментариях в Телеграме мне написали, если ты ничего с этим не будешь делать, то ты вообще ничего не сможешь делать. Да и Кирилл, он вместо спортзала со мной поедет к врачу-ортопеду. Я в шоке, что там было место. Как раз вот на сейчас. Сейчас я уже собираюсь. Немножко стесняюсь. Боюсь там раздеваться, но что же теперь. Ещё больше я стесняюсь своей кривой спины. Всё, я побыстренько искупалась, и мы едем. У меня рука что-то заболела, как будто в неё иголками колят. Ай, боже. Сейчас уже едем. Хочу ещё на гастроскопию трубку улотнуть. Вот. По приколу просто. Нет, просто я думала, что лучше сделать. Сначала пойти к гастроэнтерологу, чтобы он мне сказал, там, глотать не глотай трубку. Но в то же время некоторые мне пишут в комментариях в Телеграме, кстати, можете подписаться, что лучше сначала глотать не трубку, а потом с этими анализами прийти. Потому что вот это вроде глотание трубки самое точное. У меня плюс скачал. Самое точное описание желудка, что там происходит. Поэтому я думаю, ну я вообще не против, потому что у меня болит четвёртого класса, у четвёртого класса у меня панкреатит. Я не знаю, не знаю, что делать. Но сначала хочу трубку улотнуть и с этими анализами прийти уже к врачу. Вот, приехали в Кандинавский центр здоровья. Не знаю, что меня ждёт. Ой, куда идти-то? Не пойму. Всё. Мне дали такой документ. Да. Вот он. У меня приём через диски нет. Ой, я узнала, что загореться зелёненький цвет. И мне нужно... Может, давайте. Короче, мой приём должен быть через одну минуту. И туда пришёл ещё какой-то человек. Вопрос. Что за хуйня? Как бы... Я понимаю, что существует живая очередь. Тут никого нет. И его пустили. Ну, я думаю, что он должен записывать. Его позвали, да. Может, ему, конечно, какую-нибудь бумажку отдать, но... Сколько времени уже? Почти 10 минут. Ну, правда. Включи, посмотри. Что через одну минуту было, когда я начала вот это видео записывать? 9 минут. 17-9. Мне уже не нравится. Больше сюда не приду. Всё, время уже 17-10. Спасибо. Где лампочка зелёная? Не поняла. Может, я куда-то тороплюсь? Где зелёная лампа? У меня заболела спина. И вот это... Какой лутер? Вот где... Я не знаю, мне казалось, что под левой лопаткой как будто, но... Банк неврологу мы спинули вообще. От слова совсем не занимались. А кто вы сами записали? Да. По собственной цифре? Да. Только что. Вот, смотрите. Банк неврологу со спиной туда. Вот так выглядела моя поездка к врачу. Ничего мне не сделали. У меня ещё больше начала болеть спина. Кирилл проебал свой спортзал. Едем домой. Потому что сегодня записи у них к неврологу нет. Всё, записалась я на 7 марта к неврологу. Мой внешний вид. Сначала мы сделали на 3 марта, а сейчас потом на 7. Моя, потому что там кто-то уже записался на это время в одно время со мной. Только в жизни. Всё, иду за специальным этим аликом. Во, вот эту штуковину забрала. Сейчас что-нибудь сделаем. Вообще говорят, что нельзя делать на спину, которая болит, какие-то упражнения, зарядки, всё такое. Но некоторые пишут, что, наоборот, нужно разрабатывать эти мышцы, которые болят, чтобы они перестали болеть. Только немножко будет болеть голова из-за того, что кровь отдаст голову или куда-то. Ну, короче, сейчас что-нибудь попробуем. Просто посмотрите то, что лежало у Кирилла в машине. Это всё пустое. На три банки сегодняшние. Пиздец, три сегодняшние. Он, ну, часто выкидывает мусор. Вот именно такой просто. После Валбариса зашли в магазин. Сейчас хотим сделать салат, который делал Кирилл. Там курица. Ну, сейчас приду домой, покажу, какие там ингредиенты. Вчера было вкусно, спасибо. Ой, а я шапку, что я не так надела, я не поняла просто. Мне Кирилл сказала, что... Короче, неважно. Сейчас купила ещё обезжиренный творог. Ну, короче, там рейнсик. Неважно. Купила творог и вот думаю, смогу ли я выдержать неделю без сахара. Потом поняла, что нет. И я хотела с такой видео неделю без сахара. Но поняла, что у меня я его не выложу, потому что и не получится. Я изи могу. Вот, я не могу. И как-нибудь я такое проверну. В комментариях я сниму такое видео на YouTube. Но не сегодня. Тем временем наша корзинка пополняется. Вот взяла ещё такого снежного краба, как думаете? Это вредно, полезно? Наверное, всё-таки вредно, там консерванты, всё такое. Так, мы ещё взяли яблоки и бананы. Яблоки и бананы на ночь выткни есть, потому что фруктоза замедляет гормон роста, который выгодается преимущественно ночью, когда ты спишь, вот, гормон роста восстанавливает мышцы, улучшает состояние человека. Короче, лучше не кушать ночью. Вообще? Ну да. Зашли в аптеку, чтобы купить звёздочку, пока мама не скинула лекарства. Она мне сказала, сейчас я тебе скину, и не скинула. А я ей звонила, она такая, да сейчас, сейчас она на работе просто. Здравствуйте, а у вас есть звёздочка? Растись-ка? Ну да. И по итогу завтра куплю то, что она скажет, а сейчас я куплю звёздочку. Просто Кирилл мне опять будет делать массаж. Рад? Да. По итогу вот что взяли. Кирилл негодует, потому что она думала, что куплю звёздочку. Как она, которая лечит? Звёздочку просто лечит от всего, реально. Ну вот, а мы взяли с эвкалиптом. Так, пришли домой, курочка уже варится. Тут взяли яблоки. Грэнни. А, нет, не Грэнни. Яблоки свежие. Потом взяли гречку. Кукурузу, вот из этого салат будет. Яйца, тоже салат будет из них. Салат, тоже салат будет из них. Так, ну и всё. В салате будет курица, яйца, кукуруза, салат, помидоры и огурцы. А ещё я купила снежного краба, бананы и творог. Вот, Кирилл пока делает нам вот такому салатику. И ещё яички. Туда порезать, и всё, готово. По итогу, ой, по итогу, вот что получилось. Такой вот ужин. Мило украсил. Только яиц не слишком много. Я завтра в универ, и мы идём с Ксюшкой снимать на улицу видео. Ну как, не всё, а так частицы, но... Ну да. Всё, отсняли. Очень быстренько всё, идём домой. Ой, Ксюша, которая ходила босиком, его... Ставь кадром. Да, босиком по лужам. Мои младшие семьи. Сейчас с Ксюшей снимаем видео. Нам не делают макияж. Так, убери камеру. Камеру уберите, пожалуйста. Ой. Пока вот что получается. Полный макияж, можете посмотреть у Ксюши в ролике. Чё ты делаешь, блядь? Это должно быть чёрный. А, чёрный? Покажи. Поела, и пришло время смывать это с лица. Умывалочку. Блин. Короче, где тут пошлиния? Боюсь, что надо будет с глазами делать. Блин, только не хочу смывать, но уже всё. И нахуй надо мне спать и заложиться. Глаза. А то, что ничего не изменилось. Ну вот, что осталось тут. Ой. А я так сильно давила на глаз, что теперь болит. Ай, он склеился. Он склеился. Я так натру свои глаза, что лучше никому это не видеть. Новые. Так обаятельная была и бесконечно мила. Ня-ня-ня-ня-ня, дичь, а ты вы с ней. Ксюш, что это за просмотры мои прекрасные няни? Первая серия, да? Доброе. Не очень утро. Сегодня пятница у меня. Хоть глаза якнула, офигеть, я в шоке. Но ресницы, конечно, жесть. Тут их осталось раз-два, раз-два. Всё, собираюсь. Проснулась. Короче, вот сколько времени? 10.48. Проснулась 10.40. То есть 8 минут назад. Сейчас уже вообще надо выходить. По-хорошему. Да. Даже с культуру ещё надо собраться. Вышла на улицу. Смотрите, у меня осталось буквально 3 реснички. Это выглядит не то, что стрёмно. Это выглядит странно, блядь. То есть... Бегу, блядь, уже на учёбу. Я не понимаю, почему выпал снег. Сейчас уже март. Весна. Где, блядь, весна? Не надо найти. Ну, нет. Вот она. Грустная. Я там память на телефоне закончилась. Она не знает, что делать. Потому что она вроде всё удалила. У неё там две тысячи фотографии. А по итогу вся память заполнена. Там, ну, тоже, знаете, не 64 гигабайт. То есть 120 с чем-то. Всё, мы уже пришли. Купили они гелье такую. Не знаю, полезную или нет. Но есть хочется. Поэтому и без школы, к сожалению, но с водичкой. Пара закончилась. У нас сейчас перерыв в 45 минут. А потом мы пойдём на физкультуру. Мой нежный день попал. Где такой просто урок. Ничего, поем хоть. Я всю пару хотела это съесть. Не получалось. Ой, смотрите, что-то интересное. Туда совут руки. И, видимо, говорят, что там на три коробки. Если они отгадут, то конфеты. Не знаю. Интересно, но мы и будем это проверять. Только что отходили в физкультуру. Уебищно выгляжу. Нас спустили минут на 30 раньше. И ждём, жду Еву, потому что она там переодевается в туалет. Так, зашли в кафетерии. Приобрели недостаточно вредную еду. Вот такую. Ладно, на двоих, надеюсь. И вот такая красота. На одного-то. Ну, блин. Ну, гастритик заработать можно. На одного, на двух. Чай зелёный. Тут пока не чай. Тут, короче, есть кипяток. А мы думали, что он там где-то спрятан. И думаем, ну, блин, думали. Брать дошарак, такой-нибудь суп и заваривать. А, с нори, с нори, да. И они полезные. Ну, как? Ну, типа, больше, чем башалак. Чаёчек. Пофеёчек. И всё в шоколаде. Последняя пара. Нормально. Закончилась пара. И почему темнее, чем зимой? Чуть-чуть гонила. Тут как будто больница. Да. Спасибо. Едем домой. Так, сейчас после универа зашли съем в аптеку. Это не моё, если что. У меня есть такое дом. А это наша. А это наша. Ну, нормально, тут труфельные. И будь бы хочется попробовать как бы. Будь бы хочется. Будь-будь-будь. Будь-будь-будь-будь-будь. Вот. И взяла вот такой вот хефакам. Мама мне сказала. От спины сказала. Что тебе будет? Да это не в попку. В попку нету. Включей мне тоже. Блин. Включей нет. Вот есть только хефакам на таблетках. Сейчас ты уже в доме. Пришла неожиданная покупка. Посылка. Посылка. Такая. Привези. Ну так, подкинь мне под дверь. Успаковываем. Ребят, ну, у чьей аккаунта был заказ оформлен. Сотой телефон. Это мой посылок. Это мой посылок, кстати. Сотой телефон. Это же айфон. Всё, теперь у меня только 13 этажа. Жесть, господи. Подожди, подожди. Смотрите, он здесь уже, лучше, смотрите, грязный. Я считаю, это какой-то минус. Что-то пыталась вскрыть, и Еви пришёл бушный айфон. Поддержанный. Нас обманули. Ну, да я открою, это моя посылка. Серый. Чёрный. Спасибо. Офигеть, тут прям чёрная. Ну да, он прям чёрный. Офигеть. Ну всё, штурм нет. У меня нет, кстати, с собой. Секла. Господи, какой он красивый. Никогда не трогала. Свой нет. Так, сейчас идём выкидывать мусор. А ещё, там, Дима сказал, что нашёл карту. Сейчас, он чуть не посмотрел, есть ли там номер телефона, там карта, права, там карты, права, всё такое. Сейчас будем смотреть, есть ли там номер телефона. Зачем на карту рубль отправить, сказать, мы нашли? Да, реально. Блядь, я не только сейчас сказала. Ничего ты не говорила, это я всё. Блядь, это я сейчас сказала, блядь, дома. Только что придумал, нахуй. Только что придумал. Короче, вот этот кошелёчек. Сейчас мы, думаю, его... Я уже написала сообщение, но, видимо, человек спит был. Сейчас, сейчас, ночью. Вот, думаю, его оставить консьержке, просто написать, вот, заберите там-то, там-то. И он заберёт. Что-то даже карман стрёмно класть его, потому что, не знаю, как будто, ну, это не наше. Так, а пока зашли в магазин. Магазин у нас круглосуточный, фасованные сухари, хлеб с баблгамом, конфеты, ментолом и ещё какая-то хуйня, производимая, походу, в этом магазине, подполье. Если честно, мы, типа, вообще не голодные, но я покажу, что на борщ. Но просто это слишком пить. Ну, то есть, прям сразу видишь и вот, прям вот... Ну, всё-таки, пофиг, это борщ. Прям борщ, ну, типа, как Сленд говорит, это слово, борщ какой-то. Ваня Диккенс, там, что-то такое. Это же мы в тренде, мы думали, когда говорили борщ. Это борщ. Евг, ну, покажи, что ты там шрикаешь в себя. На сала? Мочи, вроде. Твои шутки? Ну, конечно, вау. Четыре часа утром. Мы играем в монополию. Ты, Иван, ты самый прибыльный, меняй. Меняю. Сегодня суббота, проснулся я, естественно, давно. Сейчас идём в магазин и кинь булочки купим. Почему снимание с самого утра? Не знаю, вот так получилось. Кстати, по поводу вот этого кардхолдера, со мной связался мужчина. Он не ответил мне вчера ночью. Я ему не ответила утром, потому что спала. А он тоже спал ночью. Вот. И он сказал, я хотела отдать консьержке вот это. Но он сказал, что когда уже приедет с работы, всё там будет закрыто. Поэтому он мне позвонит. И мы с ним встретимся, я ей это отдам. Очень поблагодарим. Просто вот это тут снега навалило. Спасибо. Март. Зашли в магазин. Смотрите, тут есть тюльпаны, есть мимоза. Это всё то, что любит мама. И вот у нас такой диссонанс, Ксюша, что подарить тюльпаны или мимозу. Конечно, тут втридорога, и они не такие хорошие. Но мы и тут будем. Может, и мимоза, и тюльпаны. Цена? Ну, окей, тюльпан 700 рублей. Вот за это? Ну, не даже... Ну, хотя... Мимоза, вот, 300 рублей. Тут нормально, я думаю, будет. Серпите сюда, мой мальчик. Мой завтрак. Это не просто гречка, это гречка с сырами, двумя сырами. Всё смешаю и съем. Короче, Ксюша сейчас делает на моём компьютере обложку. Я говорю, а что ты на моём-то делаешь? Бери свой. Она говорит, у меня он рыжий. Моё слоу. Она говорит, у меня он оранжевый. Я говорю, ну как это оранжевый? Вот так, блядь. Типа, ну, чтобы понимали, это должно быть... Если видео смотришь, оно просвечивает. А если видео смотришь, то просвечивает, в смысле? Вон, тут видите? Типа, наслоение какое-то. Наслоение. Это, Ксюш, чё? А вот это вот чё? Вот это? Просто жесть какая-то. Сколько раз он падал? Напишите в комментариях, мне просто кажется, что это... Ну, он сломался всё. Сегодня воскресенье, сейчас я пойду на ресницы. Мои, кстати, вот тут остались чуть-чуть. Вот тут вообще не остались. Я их даже выдрала. Надеюсь, мне вообще нарастят, потому что тут кусочка вообще не хватает. Круто. Ногти. Мои ногти. Тоже скоро пойду переделывать. Кстати, чипсы с трюфелями, трюфели. Короче, мы так их и не доели, потому что они ужасные. Так, я уже вышла. Надеюсь, не опоздаюсь, потому что сказали вообще заранее приходить. Я. Ну, я правда собиралась, чтобы... Короче. Всё, я уже немного опаздываю. Ааа, какая... Ну, тут, короче, почему-то не везётся с этой станции вагоны. Мне пришлось такси вызвать куда-то. Сейчас посмотрим. Иду с тресниц, всё-таки вот получились. Холодно. Очень сильно. Ура. На заходе, где очень долго никто не ехал, и тут была кнопочка для того, чтобы нажать. Я нажимаю, и начинает только ехать в машину. Короче, я её остановила, могла проехать и пройти тогда, когда никого не было. Давай, бегу. У меня опять нет карты, но есть троих долгое время, у меня есть наличка, я плачу. Сто рублей, у меня было только сто рублей, я решила взять этот сникерс. Эээ. Э, друг, ты что забрал? Эээ. На, всё. Вопрос. Это что? Фонтан ещё? А, это вообще была? А, ну да, это площадь Нелича, да? Куда я вообще дошла? Я как иду? Просто увидела метро и дошла. Сейчас бы домой добраться. Такая вот ночные покупки. Это что? Мороженое. Мороженое. Чоколадное? Дальше. Борщ. Ещё, кстати, мокрое, мокрое, шоколад, дефир, манго. Стоп, я заказывала 4 манго. Ваплы. И вот это очень-очень вкусное шоколадное. Ну, выбор, чтобы было. Как тебе дефир? Вкусный. Хочу пробовать. Ммм, ну, такой, да, не сладкий, вкусный, кислый. Ну да, такой приятный. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайк, написали какой-нибудь комментарий. И, кстати, можете подписаться на мои соцсети. Они будут указаны в описании под видео. Но я вас люблю. Всем до встречи.